Доброго дня! С вами интернет-магазин Процветок и я, травница Ольга Спиридонова. У нас с вами сейчас раздолье для встреч, столько полезных и красивых тем для общения. Я вам буду, конечно, рассказывать очень много, делиться очень многими теми знаниями, той информацией, которая поможет вам взять от лета, от его даров максимум для своего здоровья, для своей пользы. Вся та информация, которую я даю в своей фитошколе Дивея, в скомпонованном, коротком виде, я буду рассказывать вам, чтобы вы могли, не отходя от своих любимых дач, ее взять и использовать, и стать немножечко здоровее и немножечко счастливее. И сегодня я хочу рассказать вам о Липпе. Вроде бы рано, кажется, да, лето только начинается, но в этом году погода такая, загадочная барышня у нас, да, и почему-то как-то все намного раньше срока начинает расти, цвести, и лучше заранее запастись информацией, запастись сведениями, быть готовой к тому, что в чьей-то местности Липпа еще только зацветает. А может быть не зацветает, тогда можно собрать ее нежные, молоденькие листья. Итак, о пользе Липпы для вашего здоровья. Я думаю, все знают, что липовый чай, это вот эти вот липовые цветочки расцвевшие, которые сейчас еще находятся в состоянии бутонизации, с детства каждый, наверное, из вас попробовал для своего здоровья. И все знают, от чего у нас Липпа? От простуды, да. На самом деле это правильно. Липпа содержит и противовирусные вещества, и патагонные, и жаропонижающие. Это, наверное, единственное такое патагонное средство, жаропонижающее, которое можно применять в достаточно большом количестве, не боясь каких-то побочных эффектов, как, например, малина, там, таволга, осина, да, они могут давать и чрезмерную кислотность повышенной желудка, и разжижение крови, и ломкость сосудов. У Липпа единственное противопоказание – это индивидуальная непереносимость, или то, что мы называем аллергией. А так Липпу можно всем – взрослым, деткам, беременным, небеременным, старикам. И для чего? Для чего мы применяем Липп? Она действительно у нас содержит противовирусные, противопростудные вещества, и для этого мы ее, собственно говоря, и собираем. Собираем для того, чтобы делать душистый чай с медовым ароматом зимой, когда нам холодно, когда нам скучно и грустно, или когда, не дай бог, кто-то приболел, детки или мы сами, или когда поднимается температура, необходимо ее сбить, или когда нам не спится, оказывается Липпа – великолепное седативное средство, она помогает успокоиться, она помогает уснуть. Чай с Липпой, а если вы еще к ней добавите ромашку, великолепным образом помогает расслабиться перед сном, скинуть стрессы дня рабочего, и особенно хорошо она помогает скинуть температуру тела. Ведь когда нам жарко, мы очень плохо засыпаем, а когда тело прохладное, в комнате прохладно, засыпается намного легче. И вот Липпа, вот этот гипотермический эффект очень и очень здорово оказывает. Но жаропонижающее, противопростудное, противомикробное, противовирусное средство, свойство Липпа – это еще не все, хотя и самое основное. Липпа еще и оказывает целый букет оздоровительных, оздоровительным воздействием на наш организм, которое не так распространено, как противопростудные свойства. В Липпе содержится аналог эстрогенов, женских гормонов. В небольшом количестве, в очень небольшом. Но этого достаточно, чтобы очень и очень неплохо снижать холестерин, смягчать наши сосуды. Именно поэтому Липпу рекомендуют женщинам при климактерическом возрасте. И показан очень чай из Липпы тем, у кого в анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания. А это, наверное, треть народа. Высокое давление, холестерин, проблемы с сердцем, стрессы. При всем при этом поможет чай с Липпой. Причем, что очень важно, целебными у Липпы являются не только цветочки, но и молодые листики. Листочки Липпы на самом деле очень и очень вкусные и съедобные. Их можно также собирать на чай. Я обожаю аромат молодых листочков Липпы, высушенных. Он имеет такой медово-бальзамический аромат и привкус. Она еще, как всему, и очень вкусная. Листочки Липпы мы можем собирать в нативном виде. Собрали, высушили, измельчили и заварили очень вкусный чай. А можно ферментировать тем самым методом холодовой ферментации, который я очень люблю, который очень помогает городскому жителю. Я часто рассказываю об этих методах на занятиях своей фитошколы Дивея. Что мы делаем? Мы собираем листочки Липпы в пакет с ручками. Собираем свеженькие и убираем в морозилку. И в морозилке они лежат там от суток и до бесконечности, смотря когда у нас появится время ими заниматься. Чтобы они проморозились. Проморозились, мы их достали, дали им чуть-чуть отмерзнуть, там полчасика-часик. После чего мы прокручиваем их на мясорубке. Или у кого есть любимый мужчина с сильными руками, можете дать ему скрутить их в руках. Можно какими-то специальными скалками, досками. Сейчас очень много для ферментации приспособлений. Скрутили мы на мясорубке, потом мы их убираем на 6-8 часов в теплое место. Температура 25-27 градусов. Таким теплым местом может стать солнечный подоконник. Уберите листочки в черный пластиковый пакет или в темную кастрюлю и выставьте на солнышко. Вот необходимая температура создана. Через 6-8 часов у чая появится очень ароматный такой медовый бальзамический запах. После чего вы рассыпаете ее на подносик и быстро сушите. Таким образом мы получаем вкусный, темный медового аромата и самое главное, очень полезный чай, который очищает сосуды, успокаивает, сбрасывает давление, помогает хорошо уснуть и также оказывает профилактический противовирусный, противопростудный эффект. И в целом его можно добавлять в любой чай, делать основой любого чая. Почему? Потому что он не имеет какого-то сильного воздействия на организм. То есть он у нас не является сильнодействующим. Противопоказанием, единственным противопоказанием, здесь, как мы уже сказали, будет индивидуальная непереносимость, аллергия. Ну и кормление грудью, беременность тут вот может быть, да? Потому что у женщин в этом возрасте очень обостряется чувствительность организма. Чем еще может нам помочь липа? Листочки липы съедобные. Конечно, грубоватые листочки уже там в середине, в конце лета, их сложно будет уживать. А вот эти вот молоденькие в начале лета, они идут всюду. В салаты, в омлеты, в щи, в борщи. То есть собираем листочки. Кстати, тоже можно их заморозить, чтобы потом доставать и использовать зимой. Можно пробланшировать, а потом заморозить. А свеженькими великолепно взяли, ошпарили и режем. Разумеется, лучше, чтобы липа росла не в городе, а где-то на вашей любимой даче, засаженной саженцами, которые вы купили в магазине про цветок. Если у вас есть такое чистое, экологически чистое пространство, то собираете там листочки липы. И что делаете? Просто моете их и режете, меленько режете. В омлет, в щи, в борщи, в салат можете добавлять в начинки, например, чебуреков, пирогов. Берете фарш обычный, к которому вы привыкли. Это может быть мясной фарш, это может быть рисовый фарш, это может быть грибной фарш. И где-то в соотношении 15-20% от общей массы добавляете туда мелко нарезанные, можно прокрутить через мясорубку, можно просто ножничками порезать, листочки липы. Это придаст великолепный оздоровительный эффект вашим блюдам. Это будет интересно вашим друзьям, подружкам, вашим деткам. И что самое главное, это будет очищать ваш организм и добавлять ему здоровье. Я с удовольствием делюсь с вами вот такими вот находками, знаниями, информацией на канале Процветок и в своей фитошколе Дивея. Приходите к нам и будьте здоровы!